Салат – первый, второй десерт. Такой набор получает школьник, который питается в столовой. Оценить качество продукции пригласили родителей. Они лично могут убедиться во внешнем виде и вкусе блюд, а также оставить свои комментарии в анкетах. На их суд представили 17 классических блюд и 9 кондитерских изделий, которые приготовили сотрудники муниципального предприятия «Детское питание». Сегодня мне не понравились макароны. Выглядели они не очень красиво, а в целом все хорошо. Если это действительно все выглядит и так же вкусно, как здесь в столовых наших, то это замечательно. Наши дети, они очень мало едят рыбу. Это вообще, наверное, специфика детского возраста. То, что им этот продукт, он отторгается ими сам по себе. И поэтому вот здесь представлен в биточке. То есть очень вкусно. Я думаю, что дети будут есть такое. Встречи в подобном формате проходят во всех районах города. Собранные пожелания помогут улучшить блюдо. Напомним, что МП «Детское питание» обслуживает 65 школ города. Ежедневно они кормят 25 тысяч человек. Среди них 9 тысяч льготников. Уже не раз в работе предприятия находили нарушения. По итогам последнего громкого дела на скамье подсудимых оказался бывший директор Александр Дворецкий. Новым два месяца назад стала Ирина Истомина. С ее приходом наметился ряд изменений. Дополнительный контроль над качеством продукции, потому что очень много выявляется фальсификатов. Мы не согласны с нашим коллективом на нашем предприятии, что дети должны есть некачественную пищу. Мы проверяем дополнительную молочную продукцию, отправляем в лабораторные исследования. Также закупили оборудование для мясного цеха, докупают варочные котлы. За соблюдением санитарных норм следит Роспотребнадзор. С ним же предприятие согласовывает меню. В прошлом году оно дважды не соответствовало утвержденному стандарту. Расхождение проводилось замена блюд, не соответствующих пищевой ценности, по калорийности. Менялось наименование блюд и не выполнялись некоторые нормы питания, по некоторым продуктам питания. Во время дегустации родителям рассказали о составе блюд и способе их приготовления, а также показали контрольные образцы, эталоны подачи блюда, с которыми могут сверяться как школьники, так и проверяющие. Есть внутришкольные комиссии, куда входят представители образовательного учреждения и представители родительского комитета, которые с определенной периодичностью проверяют качество и организации питания, и качество, собственно говоря, самого питания тех блюд, которые даются учащимся в течение дня. Напомним, что суточная норма потребления для школьников 7-11 лет составляет 2500 килокалорий. Из завтраков и обедов они должны получать 60% от нее. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».